Вчера вечером несколько десятков активистов национального корпуса снова пытались демонтировать металлический забор скандально известного Доктауна на 411 батарее. Это уже третий подобный визит активистов, которые выступают против строительства площадки для дрессировки собак в пределах парковой зоны мемориала. В этот раз пострадала лишь часть ограждения. Снесли 89 погонных метров забора в Варварске. Это даже нельзя назвать, непонятно как это. Милиция способствовала, что им больше ничего не поломали. Поломали только забор. Профлист изуродовали уже в какой раз. И непонятно, чего они добиваются и что они делают. Прямо на месте возобновленной стройки решили установить специальный домик, в котором разместится пост сотрудников муниципальной стражи. Отныне они охраняют объект. Вагончик ставим, потому что здесь находится охрана. Это военизировано. Для них, чтобы они дежурили в машине, поставили вагончик, чтобы они в дом какие-то были. Не в машине сидеть же охранять. И сегодня же днем прошла встреча авторов проекта и местных жителей, выступающих против проекта «Доктаун». И главное замечание – строительство на территории мемориала без земельного отвода и опасение, что там появится коммерческий объект. Это ж какое-то будет предприятие называться, или какая-то фирма, или что. Вот это на какой-то зарплате будет человек там тренировать, собак. Так что это уже предприятие будет называться. Значит, под каждое предприятие в городе есть землеотвод. Вот. Не может быть так без земли. А что в будущем там будет, мы не знаем. Пока стороны конфликта решают, как выйти из сложившейся ситуации, строители снова займутся восстановлением заборного ограждения. В то же время противники возведения «Доктауна» уже анонсировали проведение очередного протеста под названием «Бульдозер Патина» 24 января.